Привет, экстремисты и экстремистки! Сейчас я расскажу вам, что же делать в той ситуации, когда цепкие руки репрессивной кровавой машины добрались до ваших товарищей. Для начала вам понадобится узнать фамилию, имя, отчество задержанного, а также число, месяц, год рождения. Это вам понадобится, когда вы будете звонить в РОВД или ЦИП, чтобы узнать, там ли человек сейчас. Также для начала хорошо бы уточнить, где был задержан человек, чтобы узнать, в каком РОВД он может находиться. После этого нужно звонить в то самое РОВД, называть данные человека и пытаться узнать, задержан он или нет, находится он в РОВД или нет. Гарантий, что сейчас вам скажут, что человек задержан или нет, нет никаких. Чаще всего они говорят, что человека у них нет. Что же можно делать тогда? Можно звонить на горячую линию 102, спрашивать у них, и когда они скажут, что они не знают, где человек, говорить о том, что вы будете писать заявление о том, что человек пропал. В таких случаях они резко находят пропавших людей. После РОВД людей отвозят на ИВС. Например, в Минске это окрестина. Завозят их туда обычно среди ночи, поэтому звонить на ИВС лучше с самого утра следующего дня после задержания. Близкие родственники задержанного могут лично приехать в ИВС и РОВД и там на месте узнать, где находятся их родственники. Очень важно придать огласке факт репрессий. Для этого лучше всего обратиться в СМИ, а также делать это с помощью своих социальных сетей. Не забудьте обратиться в правозащитные инициативы. Например, Весна. Они могут оказать юридическую и информационную поддержку. Анархисты и антифашисты могут за этим обратиться в анархический черный крест. По административному делу осудить должны в течение трех суток. Обычно суд проходит на следующий день после задержания. Если в течение трех суток суд не состоялся, человека должны отпустить. Судить человека должны в суде того района, в РОВД которого на него был составлен протокол. Еще информацию о задержанных можно найти в телеграм-канале «Списки задержанных». В суд стоит ехать с самого утра, чтобы на информационном сцене найти информацию о необходимом вам деле. Но, к сожалению, это расписание не всегда вывешивается. По поводу адвоката. В нынешних условиях адвокат не может попасть своему клиенту в ИВС. Якобы это связано с тем, что у нас эпидемия пандемии. Но все мы прекрасно знаем, что это связано с ужасным содержанием людей на окрестина. И с тем ужасом, который там происходит до сих пор. Единственный шанс для адвоката увидеться со своим клиентом – это встреча в суде. Даже по скайпу. Понятно, что в нынешних условиях адвокат не поможет выиграть дело. Это же просто нереально. Но адвокат может узнать у вашего товарища напрямую, подвергся ли он насилию при задержании. В каких условиях он содержится. Что с ним происходит. А также, главное, что его ждет в дальнейшем. Есть ли угроза возбуждения уголовного дела. Поэтому необходимо как можно быстрее заключить договор с адвокатом. Анархисты и антифашисты могут за помощью в этом обратиться в анархический черный крест. Но нужен будет человек, который заключит договор с адвокатом на свое имя. Необходимо вынести из дома вашего товарища все то, что могут изъять в случае обыска. Это могут быть листовки, какая-то атрибутика, вся техника. Телефоны, компьютеры, флешки. Все это интересует силовиков. После суда в случае получения штрафа за помощью в оплате штрафа можно обратиться в один из фондов солидарности. Анархисты и антифашисты за этим могут обратиться в анархический черный крест. Если же ваш товарищ получил сутки, вы можете поддержать его письмами, телеграммами, акциями солидарности и передачами. До суда передачи может передавать любой человек. После суда только близкий родственник. Но можно попытаться найти человека с такой же фамилией или отчеством, как у вашего товарища, и он под видом родственника может попробовать передать передачу. Но гарантий, что это получится, к сожалению, нет. Сейчас только один день приема передач. В Минске это четверг, в Жодино это среда. Раньше передачи передавали каждый день. Но сейчас, чтобы создать более бесчеловечные условия содержания заключенных, эту норму изменили. В 2020 году появилась новая тенденция. Гопники-менты отжимают твою мобилу и другое личное имущество до момента, пока ты не оплатишь за сутки. Понятно, это большая сумма. Куда же можно обратиться, чтобы помогли оплатить? В те же самые фонды солидарности. А анархисты и антифашисты могут обратиться в анархический черный крест. Очень важно не оставлять наших товарищей и товарищек в беде один на один. Необходимо оказывать им посильную поддержку. Ведь наша взаимопомощь и солидарность это наше главное оружие в борьбе с этой кровавой диктатурой.